Несмотря на большие расстояния между Белоруссией и Хабаровским краем, я хочу, чтобы идеологически правильно меня понимали. Я считаю, что от Бреста до Владивостока это наше общее отечество. И несмотря на то, что на этом пространстве общем появились суверенные независимые государства, мы, как люди разумные, должны отойти от разного рода предрассудков и организовать нормальное взаимодействие, чтобы было не хуже, чем в Советском Союзе. Не напрягая никого в России, Беларуси и других республиках, но сделать так, чтобы мы были востребованы, наш опыт был востребован и притягательный для других республик. Это идеология моя середины 90-х после распада Союза. Я не изменял своему кредо, если можно так сказать, и не отступал от этой идеологии. Она зиждется на том, что восточнославянская цивилизация – это одна из опор и основ вообще мировой цивилизации. И уничтожить ее – это значит уничтожить полпланеты, как минимум. Но мы должны на этом стоять, мы должны выдержать это сегодня очень актуально. Это что касается идеологии. Что касается экономики, расстояние сегодня ничего не значит. Хабаровская, Брянская, Смоленская область, расстояние ничего не значит. Средства связи у нас нормальны, поэтому мы должны торговать, а торговля – основа всякой экономики. Да, мы можем, знаете вы, поставлять вам и оборудование, и технику разную, и стройматериалы, и продовольствие, и промышленную продукцию, особенно машиностроительную, там, станкостроение продукцию и так далее. Но это слишком просто. Надо переходить к кооперации. И сейчас, не было бы счастья и несчастья, помогло момент для того, чтобы создавать кооперационное предприятие. Мы готовы к тому, чтобы не только вы к нам приезжали и создавали здесь по кооперации предприятие, мы готовы работать у вас. В Хабаровске, Владивостоке, если будет такое пожелание, вы знаете нашу экономику, она избыточна для Беларуси, поскольку экспорт у нас почти столько, сколько мы потребляем. Поэтому мы можем развивать некоторые направления и в других странах, тем более в других регионах Российской Федерации. Поэтому кооперация, и еще раз кооперация в производстве грузовых, допустим, автомобилей, дорожно-строительной, лесозаготовительной техники, коммунальной, пассажирском транспорте. Это то, что мы сохранили еще со времен Советского Союза, и нам удалось достаточно серьезно в этом направлении продвинуться. Поэтому, если вас технологии наши устраивают, пожалуйста, мы готовы в этом направлении работать. Препятствий для этого нет. Мы с президентом России договорились, что момент для выстраивания тесных кооперационных связей. Мы недавно обсуждали вопросы нашего военно-промышленного комплекса. Есть у нас хорошие наработки, и тоже, если у вас будет интерес, посмотрите, мы готовы работать и в этом направлении с вами. Агропромышленный сектор мы не уступаем по современным технологиям в агрокомплексе ни одной ведущей стране мира. И ситуация нынешняя показала и подтвердила то, что мы конкурентоспособны. Поэтому я не только предлагаю поставки вам продукции сельского хозяйства и от вас получения продуктов питания. Я предлагаю вам более серьезную работу в агропромышленном комплексе. Опыт у нас есть в Амурской области, Сахалине. Вы это знаете на таком расстоянии. Мы строили молочно-товарные комплексы у вас, оснащали их хорошим скотом, и они сегодня хорошо функционируют. Но это уже будет зависеть от специалистов, которые у вас будут работать, и этих специалистов мы готовы подготовить здесь, в Беларуси. Готовы строить у вас специальное хранилище, потому что для вас это актуально. Произвести одно, а сохранить период непроизводственный в агропромышленном комплексе у вас длительный. Поэтому нужны и още хранилища, инфраструктура, инвестиционные проекты, которые вы осуществляете. Если вас устраивают наши строители, пожалуйста, мы готовы работать под ключ, в том числе и жилищное строительство, и школы. Мы уже показали в России, как мы можем делать детские сады, университеты. Мы по просьбе президента России подключились к строительству мощнейших объектов во Владивостоке. Восточный космодром – отдельная тема. Мы там будем работать, уже начали работать. Готовы работать и в Хабаровском крае, если у вас будет такая необходимость. Но инфраструктурные объекты обязательно, мосты, дороги – это наша тема. У нас достаточно специалистов в этом плане, и по цене, и по качеству мы вне конкуренции будем. Готовы поставлять вам и создавать объекты по водоочистке, водоотведению, канализации и так далее. Готовы поставлять вам автомобили любой грузоподъемности, начиная от 10 тонн до 450, которые мы самосвал создали, карьерный. Погрузчики, амкадоровская техника, строительная, лесозаготовительная, дорожная. В общем, весь комплекс, который будет необходим. Я это так подробно говорю потому, чтобы в России никто не переживал по поводу разного рода санкций. Мы сами можем справиться с любыми проблемами для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей на просторах нашего отечества. Просто надо немного времени для того, чтобы и расширить производство, и развить вот эту кооперацию, о которой я говорил. Словом, я вам благодарен, что вы приехали в Беларусь, вы своими глазами посмотрите, что вам нравится, что подходит. И будем в Хабаровском крае вместе создавать ту базу, на которую можно будет опереться и развивать тот далекий край, но край наш. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые белорусские коллеги, я хочу, Александр Григорьевич, вас поблагодарить за приглашение в республику. Я лично здесь впервые, но чувствую себя как дом. Это наша большая страна, союзное государство, русский язык, общая победа в Великой Отечественной войне. И я хочу отметить, что очень большое внимание, мы это заметили, уделяется исторической памяти. И сегодня особенно это актуально, когда Республика Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада. Вероломно вводятся санкции, проводятся фактически экспроприации собственности наших стран за рубежом. Это выбор Запада, это не наш выбор. Поэтому мы в сложившейся ситуации хотим и готовы выстраивать еще более тесное сотрудничество с предприятиями Республики Беларусь. Со мной приехала команда правительства Хабаровского края и бизнес-миссия. Мы привезли с собой наших строителей, наших аграриев, наших лесозаготовителей и, конечно, предпринимателей, занятых в сфере торговли, которые хотят диверсифицировать закупки и качественную продукцию беларусского производства, наращивать ее поставки в Хабаровском крае. Кроме того, мы привезли председателя Союза, который объединяет более 15 производителей рыбной продукции и консервов и готовы предложить беларусским коллегам нашу рыбную продукцию. И для нас важно, как региону удаленного, быстро включиться в интеграционные процессы. И мы это обязательно сделаем. Хабаровский край – это промышленный центр Дальнего Востока. Экономика у нас диверсифицирована. Машиностроительная отрасль дает существенный вклад в РП, плюс транспортный хаб, который сегодня фактически расположен в Хабаровске. Это и железные дороги, и воздушные гавани, и морские порты. Впервые за 120 лет мы сейчас по поручению президента строим новую частную железную дорогу. Она называется Тихоокеанская, и в этом году приступаем к строительству на 30 миллионов тонн в год угольного порта в Охотском море. Ну и, если говорить о взаимодействии с Белоруссией, мы за 20 лет хорошую базу уже сформировали, но сейчас пришло время для рывка. И мы обязательно посмотрим с нашими коллегами все предприятия, которые интересуют наших предпринимателей. Это и, конечно, машиностроение, МАЗ, БелАЗ. В БелАЗах у нас есть существенная потребность сегодня, потому что горнорудное дело в Хабаровском крае развивается стремительными темпами. Нам требуются самосвалы, в том числе шахтные. Мы добываем олово, уголь, медь, золото. То есть регион заявки свои привез больше 30. Сегодня они у нас в портфеле. Редактор субтитров А.Семкин